На сегодняшний день в целях оказания государственных услуг реализуется проект «Мобильный ЦОН», в связи с чем среди сельских жителей в населенных пунктах, удаленных от областных и районных центров, проводится агитационная работа. За 10 месяцев текущего года через фронт офиса оказано 655 299 услуг, из них 2547 услуг оказано в электронном формате. Об этом сообщили в в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. Согласно плану в торговых центрах, рынках, государственных учреждениях, учреждениях образования региона, в целях повышения цифровой грамотности населения проведено обучение 211 592 человек. Сейчас максимально наше министерство, наша госкорпорация, все государственные услуги делает электронными, чтобы люди уже не обращались в цены. Как я уже сказал, регистрация транспорта, различные справки, если у вас, ну сейчас в Каспи приложение, по-моему, у всех есть, в приложении Каспи есть раздел государственные услуги, там все вот первичные необходимые государственные услуги, различные справки и так далее, они в электронном формате. Цифровые документы и так далее, они также в электронном формате. То есть с годами мы, как я уже сказал, мы выезжаем в различные точки, обучаем людей, то есть с годами уже не будет необходимости приходить в центр обслуживание населения. Также осуществляется прием заявлений по программе Helpdesk с целью выезда на дом, а услуги оказываются на дому специально утвержденными специалистами фронт-офиса. Помимо этого, спикер остановился на реализации программы Experience, установленной для оценки оказываемых услуг. У нас есть специальная программа Experience, где человек, получив государственную услугу, ему приходит смс-сообщение и он там же уже путем вопросов-ответов выставляет свою удовлетворенность или неудовлетворенность государственной услугой. Это у нас автоматически уже высчитывается, как я уже сказал, большой процент удовлетворенности есть, но все-таки есть некоторые нюансы, где люди с определенной услугой где-то не согласны, либо есть нарекания на определенную услугу, либо нарекания на специалиста. Это все там отмечается, они оставляют свои сотовые данные, мы созваниваемся с этим клиентом в обязательном порядке, обратная связь у нас есть, разговариваем, выясняем причину и принимаем все необходимые меры, чтобы в дальнейшем улучшить качество оказания государственных услуг. В завершении спикер остановился на мерах, реализуемых филиалом в целях улучшения качества оказания услуг. Так, с 22 октября текущего года официально начала работу Центр миграционных услуг в Таразе.